Чему равна площадь этого прямоугольника? Произведению длинных сторон. Если мы взяли тот же самый прямоугольник и разрезали его пополам. Совершенно верно. Я можно не буду... Он там это все долго рассказывал, доказывал, но я это сейчас не буду комментировать, кому интересно, посмотрите. Дело в том, что это нуждается в доказательстве. Потому что вопрос, что такое площадь, вполне себе имеет смысл. Но я перейду к другим картинкам. Если у нас есть треугольник, вот этот отрезок какой-то там длины х, вот этот отрезочек длины у, а вот этот отрезочек длины h. Понятно ли вам, что площадь вот этого треугольника это х на h пополам? Потому что это половина треугольника, да? Так, а здесь это что тоже? y на h пополам. А значит, если вы будете брать всю площадь, то что вы должны сделать? Сложить. Ну понятно, что одна вторая выносите за скобку, h выносите за скобку, и у нас получается x плюс y умножить на h пополам. То есть, если мы знаем треугольник вот этой стороны, если x плюс y это какая-то там сторона а, то вот этот вот ответ на самом деле равен а умножить на h пополам. То есть, площадь треугольника это половина произведения основания на азору. Почему я обещал, что будут двигаться? А очень просто. Потому что треугольники бывают двуугольные. Если у нас есть вот такая вот сторона длина а, и высота вала сюда, видели? На продолжение стороны. Тогда мы можем ввести такие обозначения. Вот этот вот отрезочек обозначен длину буквы x, длину вот этого отрезка обозначен буквы y, а здесь, смотрите, как сделать. Вот это будет а, это точка b, это точка c, а вот эту вот точку обозначен, ну давайте вот здесь основание перпендикулярно, да? Тогда площадь треугольника а, b, c. Так, ребята, на всем протяжении курса. Он там использует вот такое значение. Ну, кстати, не только он. Практически во всех странах, кроме нашей, в школе стандартным обозначением является вот такое. Ставить квадратные скопки, а дальше фигуру, на которую вы хотите взять площадь. Это площадь треугольника а, b, c. На самом деле это очень удобное значение. В нашей школе обычно принято так писать. s, а внизу писать а, b, c. В принципе, тоже вполне себе значение можно жить. Его недостаток в том, что приходит тебе писать меленькие подстрочки, а здесь вполне себе могут быть, да, дальше. Итак, это есть площадь а, b, c. минус площадь а, d, b. Все понимают? Отлично. А теперь, что у нас есть? А у нас есть простая вещь. Площадь а, d, c. Это у нас на самом деле y на а что-то половину. Пишу. Площадь а, d, b это что? Какой а? А, d, b. x на а, h попала. Совершенно верно. Ну, опять, выносим одну вторую, выносим h. Получается y минус x умножить на h пополам. y минус x это а. Получается, что формула такая же, как здесь. Формула абсолютно такая же. Независимо от того, треугольник, другоугольник, или же треугольник, остроугольник, или прямоугольник, все равно. Площадь треугольника, это есть половина произведения его стороны на соответствующую высоту. Хорошо? Хорошо.